Очередное заседание в прямом эфире проводит политический обозреватель комсомольской правды Александр Гамов. Александр Петрович, здравствуйте. Всем привет. Я Елена Афонина и сегодня у нас тот гость, которого мы очень давно ждали. Замена у нас сегодня. Совершенно верно, о котором спрашивали наши радиослушатели и просто требовали позовите в эфир Павла Грудинина. Павел Николаевич сегодня с нами. Здравствуйте. И я сразу хочу сказать, поскольку мы в прямом эфире, мы... Да, я просто скажу, что Геннадий Андреевич рано утром сегодня уехал в Орел. Да, и, кстати, я хотел бы передать ему привет. Вы знаете, что Орел был признан в этом году литературной столицей России. Да. И они там открывают огромный парк. И историческая столица России. Да, и историческая. Вот поэтому сегодня у нас Павел Николаевич. Но это его родина, он не может мне отказать, поэтому... Да, давайте я напомню, что у наших радиослушателей есть возможность задавать свои вопросы. Ну и, разумеется, комментарии тоже приветствуются по коду обсуждения важных тем. Каким образом вы можете задать вопрос? Пожалуйста, WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, все в вашем распоряжении. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. На этот номер отправляйте ваше сообщение. Потому что у нас прямой эфир. Ну, начнем с самого главного, наверное, да, Павел Николаевич? Потому что все-таки ваше имя ассоциируется у многих не с политикой, а прежде всего с совхозом имени Ленина. Известным теперь уже на весь мир благодаря Грудинину. Нет, благодаря Ленину. А, благодаря Ленину и Грудинину. Сопрос имени Ленина знает, нам же 103 года. И его знает весьма, потому что мы крупнейшее и лучшее предприятие в России. Короче, Ленин и Грудинин – близнецы-братья. Это громкое заявление. Я не могу под этим подписаться. Хорошо. Я беру свои слова обратно. Как там у вас вообще складывается ситуация? Хозяйственная деятельность, социальная защищенность, ленинская прямота, зарплата трудящихся? У нас доход. Значит, премия плюс зарплата составляет, ну, в прошлом году составляет больше 100 тысяч рублей на человека. Это если не считать руководителей. Руководители получают гораздо больше. Но этот год сложный очень. Он вообще для всех крестьян сложный. У кого-то засуха, у кого-то залило. Вы видели, как мы в этом году мучились 36 градусов по Цельсию. А в этот момент нужно собирать землянику. Народ, в общем-то, не пошел, к сожалению, на сбор. Да и нам было сложно, потому что весной была очень плохая погода для нас. Вымокло очень, больше 30% плантаций, пришлось запахать. И поэтому в этом году, к сожалению, мы собрали только половину того урожая, который собрали в прошлом году. А сколько это сколько? Мы собрали чуть больше 600 тонн. Обычно мы собираем 1000-1200, но мы вроде как ее вырастили, а просто собрать не смогли. Ну и, конечно, вот эта жара помешала еще. Она не наливалась, нам же нужен вес. Она сразу зрела и мгновенно портилась. Но мы сейчас говорим о том, что обычно называют клубникой, вы называете профессиональной земляникой. Я всегда, я 26 лет директором, всю жизнь работаю, с 12 лет я работаю в совхозе грузчиком. И мои родители, вот весь стаж семьи Грудининых, династии Грудининых, 300 лет. Мой вот папа, мама, бабушка, его братья, мои дяди, тети, сестра моя, сейчас вот мой сын, двоюродный брат. Мы все работали и работаем в совхозе. Но это нормально для сельской местности. И поэтому мы уже настолько жились и называем земляникой, потому что это действительно земляника. Потому что земляника садовая, земляника лесная, это, скажем так, наше производство. А клубники у нас нет. Павел Николаевич, ну вы знаете, я могу сказать, просто как хозяйка, я всегда очень внимательно слежу за тем моментом, когда на московских улицах появляются, я не знаю, может быть, в других городах тоже, говорю о Москве, потому что в ней живо появляются вот эти ваши фирменные палатки. Как-то в этом году было не густо. И некоторые, я знаю, приезжали даже к вам в совхоз Ленина для того, чтобы там купить, ну, то, что мы называем клубникой, вы земляникой. В чем проблема-то? Надо отдать должное в этом году. Мэрия нам дала все возможные точки, которые мы просили, но именно из-за неурожая получилось так, что мы, к сожалению, не обеспечили москвичей тем, чем мы обеспечили раньше. Хотя и москвичей тоже. Вот в этом году удивительная вещь. Из-за пандемии, из-за этой жары к нам никто не, ну, не все пошли работать. Раньше у нас 5, 6, 7 автобусов мы забирают в метро Домодедовское, и люди рвались на работу. В этом году такого наплыва рабочей силы из Москвы не было. А поскольку еще и наши эти друзья-гастарбайтеры не поехали, ну, по различным причинам, им поздно дали разрешение, а потом цена на билеты была такой заоблачной, что они просто не решились ехать в Москву. Хотя мы их обеспечиваем отличными общежитиями, питанием, бесплатным двухразовым, ну, и многим-многим другим, все равно просто не приехали. Создался дефицит рабочей силы, люди, которые здесь оставались, ушли на стройки, потому что на стройку платят гораздо больше, чем в поле, ну, и работать там легче гораздо. Поэтому так сложилось, что мы не собрали этот урожай. Ну, я надеюсь, что в следующем году мы пополним, скажем так, ну, я думаю, пандемия уже закончится, и мы уже настраиваемся на то, чтобы работать студентов привлечем. В этом году тоже со студентами были проблемы. Ну, в общем, как это, вы знаете, что в сельском хозяйстве работают только оптимисты, потому что пессимисты работать не могут. Ну, посеял, там, залило или засохло, и в следующем году опять нужно это делать. Поэтому мы оптимистичны. Вы меня удивили, когда сказали, что на стройке работать легче, чем в поле. Конечно. Попробуйте собирать землянику или что-то в 36-градусную жару. Постоянно под палящим солнцем это не каждый выдержит. Поэтому вот надо отдать должное нашим товарищам из южных республик. Они приспособлены, ну, там, хлопок собирали, еще чего-то. И они к этому привычны. Наши же один-два дня, и потом человек, ну, просто... Это совершенно другая история. А имя Ленина вам не помогает? Помогает. В каком смысле? В том, что мы социалистическое предприятие. Геннадий Андреевич Зюганов все время нас называет народным предприятием. Мы действительно предприятие, которое работает по социалистическим признакам. Кстати, вы спросили о социальной защищенности. Вот представьте, помимо вот этих очень неплохих зарплат, я думаю, что у нас в России самые высокие зарплаты в сельском хозяйстве. У нас еще есть огромное количество льгот, которые мы оставили с Советского Союза. Это вот так называемый колл-договор, ну, или трудовой договор, который мы подписываем с нашими, скажем так, работниками, ну, с профсоюзной организацией. У нас профсоюзы сохранились. И поэтому бесплатное питание, возможность бесплатных кружков для детей, возможность всем пенсионерам получать материальную помощь за квартально, а также бесплатной, ну, мы же не только ягоды производим, овощи мы им выдаем бесплатно. Возможность беременным получать деньги ежемесячно, хотя они и работают, но мы... А вы же капиталист, в общем, по своей сути же, да? Это я воспринимаю не то, чтобы как оскорбление, как ошибку. Сейчас объясню, почему. Мою или вашу? Капиталисты? Я считаю, что это ошибка государства. А, так. В свое время, в 93-м году, всех крестьян загнали, убрали из колхозов и совхозов. Помните, был такой указ Ельцина 93-го года о реорганизации колхозов и совхозов. И мы не хотели, но нас загнали в частную сумму. А как вам удалось скрыться от Ельцина, от либералов, спрятаться? Ой, это интересно. Тогда Михаил Иванович же был, да, директор? Нет, нет, нет. Вы под поле ушли? Нет, мы ничего не уходили. Мы выполнили, вроде бы, как требования, но на самом деле мы... Знаете, капиталисты – это те люди, которые получают доход от чужого труда. Это называется дивиденд. Слышали, да? Ну, да. То есть, средства производства они забирают себе и потом присваивают прибавочную стоимость, которая производится рабочими. Ну, это по Марсу и по Ленину. Ну, я вам... Вы же по Ленину. А вы красный директор. А мы сделали по-другому. Вы красный директор. Да, почему? Потому что мы никогда не выплачивали дивиденды. Все деньги мы направляли на три вещи. Первое – повышение заработной платы. Да. А все мы работаем. Я имею в виду вот эти, как называемые, капиталисты и обыкновенный директор. Я же не получаю дивиденды. Второе – мы повышаем... Ну, модернизируем производство. То есть, кладываем деньги в развитие. А третье – это мы кладываем деньги в социальные программы. И все, что у нас есть... То есть, если бы мы были капиталисты, мы бы все выплачивали дивиденды. А мы этого не делаем. А как вам удалось спрятаться от Ельцина, от Гайдара, от Чубайса, что они вас не разрушили, не ликвидировали как красного директора Зюганова? Зюганова и то, значит, там, обыски, значит, санкции разные, значит, Грудинина почему не тронули? Или вы в партизаны ушли? Не, не так. Шесть рейдерских атак. Вот. Вот. Шесть. Вот сейчас самая серьезная, шестая атака. Вы отстреливались или как? Мы что угодно делали. Консолидировали акции. Пытались договориться. Потому что, знаете, как, это Россия. Любую структуру можно разрушить только изнутри. Снаружи, если вы хотите, если с вами весь коллектив заодно целое, вы никогда не разрушите. Ну, да, сейчас в виде предательства, ну, к сожалению, там, забрались внутрь наши враги и вот эти рейдеры. Мы все не сдаемся. И вот это единение с коллективом, когда коллектив понимает, что ты не какой-то капиталист, а красный директор, когда ты вместе с ними живешь, когда твои дети ходят в ту же самую школу или в детский сад, когда они видят, что раньше всех директор приходит на работу и позже всех уходит, тогда он к тебе по-другому относится. Не как к капиталисту, как вы говорите, да? Ну, да. А как к красному директору. Поэтому, когда вот эта рейдерская атака пошла, вы знаете, все рабочие, все их жены прибежали к... Трудящиеся. Да. И стали отстаивать, там, у нас судебные приставы наехали. Взяли кольцом, окружили контору и не дали им ничего сделать. А с чем они были? С вилами там или как? Нет, у нас такого нет. Если бы они приехали, то с какими-нибудь комбайнами и косилками. Нет, нет, нет. У нас вил давно нет. Нет, я образно. Ну, скажем так, они... Мы же не агрессивны. И поэтому просто встали плечом к плечу, стеной и не пустили. Вот и все. Ну, я видела, честно говоря, проезжая иногда вот мимо колхоза имени Ленина... Савхоза. Савхоза, да. Я вижу в окнах такие красные флаги вывешивают, иногда это тоже... Это поддержку коллектива совхоза. Ну и меня, естественно. Есть, есть такое, просто вот иногда едешь, видишь все. Вы должны понимать, что я проработал только 26 лет директором. А вообще с 12 лет я работаю грузчиком в совхозе. Работал грузчиком, потом помощником бригадира, потом бригадиром, потом инженером в мехмастерской, потом 8 лет запмастерскими, потом замдиректором. И только потом меня избрали директором. Давайте мы сейчас ненадолго прервемся. Я напомню, что сегодня в прямом эфире гость партийной среды, политик Павел Грудинин. Красный директор. Да, вы можете направлять на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS. Очередное заседание партийной среды проводят политический обозреватель комсомольской правды Александр Гамов. Ему помогаю я, Елена Фонина. Ну и сегодня в студии главное действующее лицо, это политик Павел Грудинин. Павел Николаевич готов отвечать на все вопросы наших радиослушателей. И вот некоторые, кстати, не верят, что у нас прямой эфир. Вот прям так и пишут. Это запись или прямой эфир? Это прямой эфир. Чухнем. Давай сделаем так. Очки! Все вместе. Да, и, кстати, вот я хочу обратить внимание, Павел Николаевич сейчас сказал, что он готов отвечать на абсолютно все вопросы. Он без пиджака, кстати. Да, без пиджака и без цензуры. Павел Николаевич, на все, на все? Прямо на самые злые давай. На самые злые. Хорошо, ну тогда вот такой вопрос вам, пожалуйста, сразу. Ставропольский край пишет. Миллионера Грудинина считают репачем типа Горбачева. Всегда против него. Значит, миллионера Грудинина? Хотели? Жесткий вопрос. Вот смотрите, какая прелесть. Раньше, три года назад, меня обзывали миллиардером. Сейчас уже, видите, дошли до миллионера. Слава богу, это больше и правда. Хотя могу сказать, что большинство наших работников тоже миллионеры. Потому что, если вы умножите в 100 тысяч рублей на год в месяц, то получается, он в среднем получает миллион-миллион двести. И поэтому все меня миллионеры. И почему в сельском хозяйстве должны быть нищие? Я вот этого не понимаю. Именно люди труда должны получать больше заработную плату, чем в городе какие-то чиновники или какие-то там командующие нефтяными приисками. Что касается трепача, я этого товарища приглашаю в совхоз имени Ленина. И один раз увидеть лучше, чем сто раз услышать. Знаете, Лена, какое расстояние между правдой и ложью? Вот четыре пальца. Между ухом и глазом. Ухом вы можете услышать всякую неправду. Но если вы приедете в совхоз, вы увидите, какие у нас детские сады, школы, парки, как мы построили бассейны и все остальное, поликлиники для работников. Вы поймете, что мы все миллионеры. И даже миллиардеры. Потому что за вот эти 26 лет, пока я директором, у нас было у нас основных фондов 43 тысячи рублей, а сейчас 8 миллиардов, 9 миллиардов уже. И поэтому мы вкладывали все в совхоз. И не вывозили ничего за рубеж. И могу вам сказать, что если бы все делали так, как мы, Россия бы сейчас была бы покруче, чем Дюбаи или там какая-нибудь Арабская Эмирата. Поэтому я не против того, что меня называют миллионером. Это правда. И мои рабочие тоже все миллионеры. Но миллионеров должна быть вся страна. Потому что такой ценой на нефть можно сделать миллионерами не только там каких-то вот небольшое количество людей, а сделать вообще всю страну миллионерами. Тогда еще один вопрос от Вячеслава. Не забывайте, пишет он, уточнять, что это закрытое акционерное общество с названием колхоз имени Ленина, который к колхозу не имеет никакого отношения. Во-первых, совхоз. Это я зачитываю, как написано. А во-вторых, нет. Мы хоть и закрытое акционерное общество, я объясню, почему нас загнали в свое время указами Ельцена о реорганизации, но все принципы у нас социалистического предприятия. Мы не поплачиваем дивиденды. Мы постоянно повышаем заработные платы. У нас чем больше работаешь, тем больше получаешь. И у нас главное есть. Мы все социальные льготы сохранили в том объеме, как социалистическое предприятие. Я всегда шучу. Наши к власти придут, мы зао сотрем, и будет просто совхоз имени Ленина. А можно комплименты от Валентины из Москвы? Не надо комплименты. Зачем? Подумаешь, что... Но человек писал... Секунду. Валентина из Москвы написала, обожаю землянику вашего совхоза, процветание вам, ваше отношение к вакцинации в стране, и обязываете ли вы своих сотрудников прививаться? А то вот говорят, что у нас, мол, все в стране добровольно, то вот только вот на деле иначе. И все об этом знают. Вот, зачитала сообщение. Пожалуйста. Это наша принципиальная позиция. Мы никогда не будем заставлять наших работников вакцинироваться. Это добровольное дело каждого. И если кто-то хочет, а у меня вот два зама привились, значит, ну и ходят нормально. Но если человек не хочет, там, нет, три зама вообще не хотят этим. Никто не будет их заставлять. Это личное дело. Это риск для здоровья. Это же надо понимать. У каждого свои показания. Поэтому мы никогда не будем заставлять никого. И считаем, что это абсолютно неправильно и негуманно. Ну вот мы обсудили несколько таких главных вопросов, Павел Николаевич. Теперь хотелось бы перейти к второстепенным. Вот. В их числе, наверное, жесткое заявление Президиума ЦК Компартии России в связи с исключением вас из списка партий для выборов в Госдуму. Как сейчас развивается эта ситуация? И какую роль, ключевую ли, во всем этом сыграла ваша супруга бывшая? Шершеляфон. Нет, ну а что? Нет, нет, подожди секунду. Во-первых, сразу скажу, что... Вырезаем это из эфира или оставляем? Нет, нет, наоборот. Из прямого эфира попробуйте. Мы же с вами договорились, что в любые самые сложные вопросы и самые неприятные, никакого отношения, ну, как, скажем так, если на вас в подворотне нападет какой-то бандит с битой, вы будете эту биту чем-то обвинять, вы будете обвинять бандита. Да, она попала под влияние рейдеров, это уже нет сомнений никаких. Да, она используется ими, ну, скажем так, в неблаговидных целях, вот, но я бы не стал ее обвинять, потому что, ну, стар, пожилая, больная женщина попала под влияние рейдеров и ей просто воспользовались. На самом деле, вот такое резкое заявление КПРФ, о котором вы говорили, оно продиктовано тем, что это политическая борьба, и она нечестная. Ну, вот последние, скажем так, обвинения, которые разбиваются в пух и прах только одним, у меня вот с 5 апреля 2017 года никаких офшорных компаний не было, все об этом знают, Налоговая инспекция России, Центральная избирательная комиссия, которая меня проверяла, а помните, в 2018 году... Ну, да, президентские выборы, конечно. И меня объясняли просто, и поэтому везде лежат документы, что 5 апреля 2017 года этот вот так называемый офшор перешел к председателю совета, совета директоров совхоза имени Ленина, и он у него был до 28 декабря 2018 года, потом он был закрыт. Все эти документы представлены были в Центральную избирательную комиссию. Почему Центральная избирательная комиссия не посмотрела на документы и взяла документы прокуратуры, которые никем не заверены, получить прокуратура их не могла по определению, попробуйте на запрос к Генеральной прокуратуре получить даже из Европы какие-то документы. За два дня это невозможно. И поэтому это большая политическая, я бы так сказал, некрасивая, грязная борьба между Единой Россией и коммунистами. Все об этом знают. А вы знаете о том, что практически вся женская половина, она на стороне вашей супруги все-таки? Нет, вся женская половина совхоза Ленина, зная о том, что 12 лет назад, ну по ее предложению я ушел из семьи, а потом, когда она просила вернуться, не вернулся, и что через два года после того, как я ушел, я встретил свою нынешнюю спутинцу жизнь, и у меня двое детей, двое дочерей от нее, и все знали, почему я не развелся, потому что мне просто жена не давала развода. Поэтому, знаете как, главное, чтобы у тебя все вокруг с тобой знали, ну они знают, что там происходит. Поэтому, честно, мне не очень приятно, что моя бывшая супруга и мой старший сын стали такой инструментом в борьбе, в политической борьбе со мной. И, кстати, если вы посмотрите на президентскую кампанию, то там не было никакой борьбы. Не было, да. А знаете почему? Просто, если вы посмотрите мою декларацию о доходах и ее декларацию о доходах, поймете, что она получала полное содержание. Вообще, мужчина, давайте об этом, о том, что мужчина должен, если уходит, ну там расстается с женщиной, с женой, он должен оставить все ей. Вот я ушел из дома в одном пиджаке. И это правда. Вот, который я сейчас нес. Нет, это уже новый, я купил за 12 лет, мне удалось все-таки с моей зарплатой, в том числе, и купить себе новую одежду. Но, знаете, это такая история. Я вообще очень против того, что, вы помните, она ходила к Малахову, еще куда-то. Я считаю, что это некрасивая очень история. Ни в коем случае нельзя выносить все раз избы. Поэтому моя жена, это мать моих старших детей. И я ее за это люблю и уважаю. Ну, не люблю, а уважаю. Вот и все. А остальное все это, Бог ей судья. А ваша вот нынешняя супруга, как все это переживает? Можете рассказать? Вообще, мои родные и люди, которые мои друзья, моя супруга, очень тяжело все это переживают. Потому что, ну, знаете, они же знают правду. Так же, как и все работники совхоза, все жители поселка совхоза Ленина, все знают правду. Знают, кто как. Ну, потому что в деревне ты не устоишь ничего. И поэтому все на моей стороне. Вы кого больше любили? Свою первую супругу или вторую? Это сложный вопрос. Это растянутая во времени вещь. Но могу вам сказать, что я счастлив. Вот сейчас в семейной жизни я действительно счастлив. Вот. И, ну, скажем так. Я бы не стал делать что-то по-другому, если бы мне сказали, давай, вот, если ты можешь вернуться назад, я бы сделал то же самое. Я считаю, что мне просто повезло с моей второй половиной, с которой я сейчас живу. И это просто счастье. Еще один, может быть, вопрос, ответ на который ждут многие женщины. Вы изменяли свои супруги? Естественно. Я об этом, я этого и не скрывал. То есть изменяли просто вот и не боитесь об этом? Вы знаете... А товарищ Зюганов как к этому? Вы хотите, чтобы мы поговорили про личную жизнь нашего председателя партии? Нет. Его отношения в вашей личной жизни. Нет, 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 я про него все знаю. Я просто давно знаю. У нас в виду достается. Вот. А я имею в виду, как он отнесся к тому, что... К чему? К его... К человеку, с которым он, в общем, дружит, что он изменял свои супруги. Ну, Зюганов верный муж. Я думаю, что Геннадий Андреевич, он такой, как это... Моралист? Да. Он верный, да. Дверьте секунду. Давайте так. Вы, если возьмете сейчас список депутатов Государственной Думы или членов правительства, поймете, что больше половины из них в разводе. Вот. И мы с вами можем, конечно, на морально-этические темы говорить, но могу вам сказать, что многие, я думаю, что и вы тоже изменяли свои супруги. У меня вот такое ощущение, вы такой красивый мужчина, ну, так как внешне и внутренне, что... Не заставляйте меня краснеть. А вы покраснели, вы... Хорошо, пока мужчины выясняют отношения и краснеют, мы уходим на небольшой перерыв. Партийная среда. На радио Комсомольская правда. Политический обозреватель Комсомольской правды Александр Гамов, я Елена Афонина, проводим очередное заседание партийной среды. Ну и, конечно, главный герой сегодня политик Павел Грудинин. Почему главный герой, Павел Николаевич? Ну, во-первых, потому что мы призываем наших радиослушателей задавать вам любые вопросы, комментировать то, что вы говорите. У нас прямой эфир. Телефон сейчас называть не буду, но чтобы времени у нас осталось больше на ответы, Павел Николаевич. А вот ваши сообщения присылайте на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, плюс 7, 967, 200, ровно, 97, 02. Для того, чтобы доказать, что все-таки у нас здесь действительно прямой эфир, есть комплименты в ваш адрес из разных регионов нашей страны. Комплименты не будем. Их я зачитывать не буду. Есть очень жесткие комментарии, вот их я зачитаю, с вашего позволения. Давай, у нас бесцензурная радио. Москва и Санкт-Петербург практически одинаково пишут. Смысл следующий. Как можно быть таким лицемером? Вы практически рабовладелец, капиталист, имеете счета за рубежом, состояние в миллионы долларов, офшоры в Белизе, при этом прикрываетесь коммунистической партией, раздаете все рабочим. Попытка выдвижения вас в политику – это верх наглости. Вы нарушаете коммунистические идеалы, плюете в лицо миллионам бывших советских людей. Ваша партийная среда, да? Да. Я так чувствую, как будто себя в паркоме разбирают, персональное дело сейчас. Личное разобрали, теперь общественное. Сразу скажу, что это вот тот, кто написал «Жертвы пропаганды». Знаете, есть один такой пример очень интересный, когда действительно суд принял неправосудное решение и заставил меня заплатить большие, 55 миллионов – это огромные деньги моей бывшей супруги. Знаете, общее собрание совхоза единогласно проголосовало за то, чтобы дать мне материальную помощь, чтобы я рассчитался с этой… Скажите мне, пожалуйста, вот это вот, как рабы, как так называемые, стали бы голосовать за это? На самом деле это абсолютное вранье, что я, ну а я все-таки еще 26 лет работаю в совхозе, и я сделал очень много, не скрывая этого, чтобы сохранить предприятие. И люди получают достойную зарплату именно потому, что у меня вот такой, может быть, жесткий, может быть, несговорчивый характер. Вокруг нас 15 хозяйств было, которые, кстати, Геннадий Ильич об этом говорил, которые развалились. У них были, ну, к сожалению, мягкотелые директора. Но я всегда делал все для того, чтобы мое предприятие, а это родное мне предприятие, потому что отец, мать, ну все, и для того, чтобы оно сохранилось. И поэтому слухи о моих огромных деньгах, а я действительно хорошо получаю. Значит, декларация была опубликована, за 6 лет предыдущих президентским выбором я заработал 150 миллионов. Когда ты много работаешь, тебе тратить некогда. Ну, кстати, это не такие уж, вот эти 20 миллионов в год. Я вам могу пример привести. Почему передразниваете меня? У меня так получилось, извините. Вот, например, у нас есть оппонент, который пытается захватить предприятие, там депутат Государственной Думы Саблин. Так вот, его жена в год получает 600 миллионов. А я за 6 лет 156. Так кто же из нас тогда вот этот олигарх, который отобрал все у рабочих? И попробуйте сейчас рабочих заставить проголосовать против меня. Потому что они видят, что каждый день я раньше всех у них выхожу на работу и позже всех прихожу. Я живу в том же доме, что и мои рабочие. Мои дети ходят в тот же детский сад, в ту же школу. И я ничем не отличаюсь от них. Даже наоборот, они меня не считают вот этим, как там меня обзывали, а считают меня членом трудового коллектива, красным директором. И поэтому сейчас соберем их. А год назад у нас тоже были выборы. Они проголосовали единогласно, чтобы выдвинуть меня на пост директора. Поэтому все эти слухи о том миллиардера, о глигархе, это все глупости. Но офшоры-то были. Подождите, что касается офшора. Да, вот тот вопрос был. В 2003 году, когда была первая рейдерская атака, все без исключения пытались спасти акции. И тогда мы выводили 20 минут, причем это не я, это главные специалисты совхоза сложили свои акции и отправили их в офшор. Но у офшорной компании никогда не было счета. Значит, невозможно, поскольку мы не платили дивиденды, перевести акции в офшор, то есть деньги в офшор было невозможно. А потом мы его закрыли фактически. Но это не помешало нашим оппонентам, вот этим рейдерам, купить судебное решение и с помощью, в том числе, моей бывшей супруги, влезть внутрь. Из 44% акций, которые я имел в президентскую кампанию, 42% получила моя жена. Представляете, что это такое? Теперь я, Лен, понимаю, почему Грудинин поддерживает программу Компартии России «10 шагов к народовластию». Мало того, это было предложение еще в президентскую кампанию, что давайте, что богатые будут платить налогов больше, чем бедные, а бедные платить их не будут. Что нужно национализировать, в том числе, и землю сельхозназначения, и не дать возможности рейдерам использовать ее и переводить ее с помощью коррумпированных чиновников за стройку. И эти предложения я высказывал. Потому что, еще раз, наши к власти придут, а они придут рано или поздно. Мы слово «ЗАО» сотрем, и у нас будет совхоз имени Ленина. Потому что главное – это обеспечение доходности сельхозпроизводства и достойная зарплата именно крестьян. Чтобы вы знали, в советское время крестьяне получали больше, чем городские. Я был инженером в совхозе, рядом с ЗИУ работал. Так вот, молодой парень инженера из ЗИУ получал гораздо меньше, чем я в совхозе не видел. А вот правда ли говорят, что Грудинин, несмотря на то, что он не победил на президентских выборах, стал самовольно выполнять свою президентскую программу? Подождите. Вот это очень интересная вещь. Игорь Андреевич часто говорит о том, что мы отличаемся от других политических партий тем, что мы можем показать результаты нашего труда. Вот эти народные предприятия, о которых он говорит, это не только Совхоз Ленин, это Звениговский и Морел, это Уссули-Сибирская в Иркутской области, это Богачево предприятие на Ставрополе. Мы показали, что даже в этих ужасных капиталистических, даже каких-то звериных условиях можно сохранить коллективы, сохранить социалистические принципы и добиться результатов, которые стали примером не только в нашей стране, но вообще в мире. К нам приезжают китайцы, австрийцы, смотрят на наши технологии, смотрят, как мы зарабатываем, что мы делаем и восхищаются. А уж не говоря о том, что российские граждане огромное количество, в том числе единороссы, они же до президентской кампании все приезжали и тоже устраивали у нас, в том числе, выездные заседания комитетов по огромным вопросам, ну, Николай Васильевич Панков, например, Жириновский приезжает, восхищается нашими успехами. Ну, конечно, вы ему целые такие вот корзины ягод. Нет, подождите. Несмотря на то, что вот я, например, сегодня угостил вас, но вы все объективны. И Жириновский тоже объективны. Вы ему больше дали. Вы знаете, я не думаю, что ему больше дали, он чаще приезжает. Если вы будете чаще приезжать, вы же знаете, что если вы в деревню приехали, то обязательно вам напихают в багажник всего, что у них есть. Это принцип русского крестьянина. Он готов городскому из хороших побуждений отдать то, что он производит. Потому что у нас... Поехали завтра. Прошу прощения. Главное, чтобы было, что производить. Вот сообщение из Костромской области. Смотрите, здравствуйте, пишут нам. Нахожусь сейчас в командировке. Аграхим обследования сельхозземель в Костромской области. Так вот, 90% сельхозземель заросло от бывших колхозов. Ничего не осталось. С каждым годом ситуация ухудшается. Все больше занимаются вырубкой леса. Вопрос, как улучшить ситуацию в данном и решить эту проблему? Читайте программу «Десять шагов к достойной жизни». Там написано, что нужно из бюджета потратить не меньше 10% на развитие сельских территорий. Действительно, работу в населении сделать нужно доходной. У нас есть целая программа. Есть Владимир Иванович Кашин, писатель комитета по аграрным вопросам, который, ну и там много еще ученых всяких, которые говорят, что, слушайте, все же очень просто. Вы можете поддерживать собственного сельхозпроизводителя. Вы можете сделать так, чтобы на деревне было выгодно трудиться, не уничтожать социальную инфраструктуру, дать возможность молодежи развиваться там. И это делалось, кстати, делается вот, там сейчас все негативно отзываются о Белоруссии, но батька же сделал агрогородки, сделал достойную жизнь в деревне. Там не такие уж высокие зарплаты, но они достойны и позволяют работать и получать, в том числе, прибавочную стоимость. А доходы в деревне должны быть больше, чем в городе, а не меньше. Вы знаете, что, например, в госпрограмме, которая принята вот этими единороссами, написано, что зарплата в сельской местности должна быть половина от городской. Но кто из молодых специалистов после таких вот государственных решений останется в деревне? И поэтому я, знаете, я как бы был участником программы 86-го года развития села, ну, в советское время. И могу вам сказать, бесплатные коттеджи, суды, а никакие не ипотеки, подъемные для молодых специалистов, огромное количество докторов, которые мы получали, и сельхозмашин, которые получали от государства, ну, выплачивая, грубо говоря, продукции, если так. Цена на сельхозпродукцию, которая позволяла развиваться сельхозяйственному бизнесу, как это сейчас принято сказать, а просто совхозам и колхозам. Все это можно возродить. И, кстати, все говорят, что вот, знаете, черная дыра, помните, вот эти вот всякие Чубайсы и все остальные там псевдолибералы говорили, что это черная дыра. Слушайте, Трамп, например, в прошлом году потратил дополнительно только на сельское хозяйство 36 миллиардов долларов. ЕС платит половину, то есть половина бюджета ЕС это расходы на сельское хозяйство, ассигнования на сельское хозяйство. Они понимают, что сельские территории надо поддерживать и увеличивать количество произведенной продукции. А мы говорим о другом. Ребята, крестьяне, разбирайтесь сами. Вот у вас нищее население, натуральную продукцию они не покупают. Мы вам привезем конкурента в виде пальмового масла, там, заменителя животных жиров. И мы накормим черти чем наших граждан, а вы пытаетесь вывезти свою продукцию за рубеж. Это что, подход государственный? Мы говорим о другом. Планик Владимирович, извините, вы... Меньше минуты. А. До перерыва. Очень коротко ответьте, пожалуйста. Вот вы вспомнили батьку, а чем красный директор Грудинин отличается от председательного колхоза Лукашенко? В экономическом или в политическом плане? Ну, да хоть в каком. В экономическом ничем. Я считаю, что главное это отечественное производство. Деватька тоже так считает. Он сохранил производственный потенциал своей страны, причем, между прочим, без всяких нефти и газа и без всего остального, без сумасшедших там продажи лесов или еще чего-то. Но он сохранил производственный потенциал так, что ему можно поставить памятник в этом отношении. Давайте выходим на перерыв, потом продолжим. Партийная среда на радио Комсомольская правда. В студии политический обозреватель Комсомольской правды Александр Гамов. Я Елена Афонина и сегодня в нашей студии политик Павел Грудин. Павел Николаевич, вот знаете, чем мне нравятся прямые эфиры? Когда человек честно отвечает на самые острые жесткие вопросы, то вот даже по сообщениям, которые приходят, видно, как вот эта вот агрессия, которая была в первых сообщениях, ну у людей накипела, они хотели ответ получить на вопрос, они их получили. И все. И вот тут же начинается, да? А я что заметил? Приезжайте к нам, а когда вы будете у нас. А я что заметил? Вот меня Павел Николаевич ввел в краску один раз, но я заметил, что пару раз вы тоже покраснели. Вот. Я же нормальный человек. Ну ясно. в этом-то и меня тут пытаются называть политиком, на самом деле директор совхоза. И я очень люблю острые вопросы, потому что можно правду ответить. Почему вы... Вы заметили, кстати, Александр Петрович, что про меня очень много говорят, в том числе на национальных каналах, а меня никто никуда не приглашает. Никогда мне не дают слова, понимаете, как если вы в чем-то обвиняете человека, вы хотя бы должны дать ему возможность оправдаться или высказать свою позицию. Почему вы поддерживаете программу Компартии России, у нас все-таки партийная среда, а сами не вступаете? Нет. Боитесь, вас не принимают, может быть, Сюганов вас никак не берет в свои религи. Нет. Нет, наоборот, мы с ним обсуждали это, когда я становился кандидатом президента. Я представляю блок. Это не только коммунисты, это еще все левые движения. И это люди, ну, грубо говоря, мы, почему мы красные директора? И многие из нас, хоть и полностью поддерживают политику КПРФ и ее программу, но не вступаем, потому что, ну, есть разные вещи. Вот, например, а зачем пугать некоторых коммунистов, которые боятся, что появится такой политик? Ну, я на самом деле не политик, вопрос. Я абсолютно убежден в том, что коммунисты предлагают выход из кризиса. И мы своей работой, вот коллектив совхоза Ленина, показали, что действительно это так, это правда. Если бы все работали по таким принципам, как мы, страна была совершенно другой. Значит, и я сказал... О программе Компартии. А вот сейчас два слова о том, почему. Потому что я вот, когда у нас вот последний ЦИК принял решение исключить меня, я почувствовал себя, как, знаете, боец, который как перед началом, смертельного боя, сидит в окопе. Знаете, как писали, я иду в бой, прошу считать меня коммунистом. Вот у меня такое же желание было написать заявление. Но у коммунистов есть же программа и есть устав. В уставе написано, ты должен найти двух человек, которые тебя рекомендуют, побыть кандидатом, и это будет сделано. Абсолютно, потому что я понимаю, что единственная оппозиционная сила, единственная партия, которая имеет идеологию, которая имеет структуру. Я очень много ездил по стране и в президентскую кампанию. Сейчас действительно такие молодые классные ребята в КПРФ сейчас работают. Кстати, вы знаете, что средний возраст кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ 48 лет. И это никакая не партия уходящая. Это партия именно та, которая готова, и у нее есть кадры для того, изменить ситуацию в стране. И поэтому, когда вопросы задают про умное голосование, я сразу же говорю, умное голосование это когда все придут и проголосуют за КПРФ. Для меня это умное голосование. Вам, наверное, говорили, что у вас есть внешнее сходство с Иосифом Виссарионовичем, да? А также с Борисом Непцовым, с Чаплиным. Слушайте, давайте так, я похож на Грудинина Павла Николаевича и на свою маму. И поэтому одно время, помните, вы нас парусы сбрели, потом быстренько их отрастили. Нет, я их не быстренько, они росли нормально, знаешь, это как человек, который тоже носит усы, что это процесс не длительный, но такой. Но, если дал слово, держи его. Поэтому, несмотря на то, что я абсолютно убежден, что у нас было больше 12%, 11%, 80% голосов, все равно, я пообещал, сделал. Это правильно. Но вопрос о предстоящих выборах, мы понимаем, что сейчас очень много об этом говорится, как все будет проходить, кто будет наблюдателями. Вот у вас есть целый проект, который называется «Красный контроль». Вот в чем его суть, вы что собираетесь делать? Потому что тут есть некие вопросы к тому, насколько будет все-таки сама процедура выборов прозрачной, и некоторые, вот как раз мы будем говорить об определенной апатии, которую люди испытывают, не желая идти на выборы. Вот одно из основных звеньев этой апатии, от нас ничего не зависит. Вот как это переломить? Ну, во-первых, нужно разъяснять. Мы с вами сидим же на радио, вас слушают, ну, точно, несколько тысяч, десятков тысяч, может быть, сотен тысяч человек. И фразы о том, что плохую власть избирают хорошие граждане, которые не ходят на выборы, это правда. И мы говорим о том, что, ребят, если вы хотите что-то изменить в стране, не надо бегать по несанкционированным митингам, не надо там громить или там вступать в какие-то стычки с полицией, ОМОНом, а нужно просто прийти на выборы и проголосовать. Потому что один политик как-то в Америке сказал, бюллетень страшнее пули. И если все придут на выборы, ничего сделать уже будет невозможно. Да, власть сделала, ну, и там, правящая партия сделала так, что очень сложно контролировать. Три дня голосовать, это ни в одной стране мира нету этого. Ну, говорит, сделать так, чтобы мы набрали, представляете, что такое три дня смотреть на эту урну. Понятно, что страна, к сожалению, не верит в честные выборы, но мы просим красный контроль, чтобы люди, которым неравнодушны к будущему России, пришли и вместе с нами обеспечили честные выборы. Потому что только честные выборы могут, как бы сказать, консолидировать общество. И вот, кстати, тот же пример Белоруссии. Именно то, что выборы были там не совсем честными, и это признали все, привело к противостоянию. Значит, если кому-то хочется устроить противостояние, то он должен, так же, как и раньше, ну, скажем так, фальсифицировать выборы, там, подкидывать эти бюллетени. Они сделали все для того, чтобы была возможность, потому что видеонаблюдение отменили. Он говорит, три дня голосуем. Он говорит, ясно, что там... Электронное голосование еще будет. Власть у нас, к сожалению, не народа боится, а вышестоящего чиновника, которому поставили какую-то задачу. И мы-то против, скажем так, экстремизма, потому что вот эта радикализация может наступить именно тогда, когда люди не поверят в эти выборы. Нет, ну, пока верят, слава Богу. Честно вам скажу, что, к сожалению, веры в выборы в честные все меньше и меньше, потому что, если была вера в выборы, то люди пошли. А вы же сами говорите, апатия, почему? Как мы не голосовали? Исследование в целома. Нет, пока... Никто, подожди, 22% только, это вообще, это приговор власти, потому что не верят в выборы, это значит, не верят в власти. Именно власть должна обеспечить честность. Я бы воздержался от таких выводов. подожди, это все знают. О том, что проблема вакцинации, это неверие, прежде всего, власти. Ну, там разные проблемы. Нет, нет, это одни проблемы. Если верят в власти, если верят в честные выборы, если верят в то, что власть защищает интересы людей. Люди ведут себя совершенно... Я думаю, к осени все поправится. Вот, будет... Ну, есть такая фраза, что цыплят по осени считают, давайте по осени их пусть считают. Вот у нас это уже четвертая среда партийная, и Геннадий Андреевич всегда в финале нам рассказывал какой-то анекдот. Можете? Про Зюганова, про Грудинина. Значит... Я могу столько анекдотов вам рассказать. Ну, давайте хотя бы... Хотя, конечно, я с шефом не сравнюсь, он, конечно, гораздо больше анекдотов. Он целые книги пишет. У него восемь вот таких томов. Вот вы знаете, поэтому... С вас анекдот. Ну, я даже не знаю, на какую тему... Ну, на любую. Скажите, на какую тему вы хотите слушать? Ну, про Зюганову что-нибудь расскажите. Сергея Андреевича? Да. Пока его нет, пока он нас не слышит, пока он там с Сашей Ющенко в Орле... Это я специально так тяну немножко время, чтобы вы сориентировались. Да нет, я просто думаю... Он сам мне рассказывал про себя анекдоты. Ну, они не очень... Они политические, честно. Политические? Ну, да. Ну, смотрите. А мы вырежем. Нет, вы не вырежете. Это прямой эфир. Да. Геннадий Андреевич, как ты рассказывал мне анекдот, что они его пригласили покататься на лыжах. То. А пригласил не просто там кто-то, а президент Российской Федерации. Ну, и... Фамилию не будем уточнить. Владимирович Путин. А взяли с собой премьер-министра тогда, Медведева, значит. Ну, и, в общем, стоят на горе в Сочи. И... Зюганов говорит, ну, а кто поедет? Путин говорит, ну, я президент, я поеду первым. Ну, и он поехал. Вот. Потом он говорит, ну, может, я вторым поеду? Нет, вторым Геннадий Андреевич Медведев поедет. Он все-таки министр. Ну, и... Медведев тоже поехал. Зюганов говорит, ну, может, я третьим поеду? Он говорит, нет. Сейчас опять Путин едет. Вот. Поэтому... Такой анекдот. Он такой политический. Ну, понятно. Ну, у нас передача политическая. Да, совершенно верно. Еще один вопрос. Ответьте на него, пожалуйста. Вот Архангельская область интересуется. Вы бы за кого проголосовали? Кругом сплошные актеры и актрисы, политики и профессионалы должны баллотироваться. Вот такое мнение высказывает наш радиослушатель. Я уже сказал. Я... Ну, там так... Хоть я и беспартийный, но я глубоко погружен в КПРФ. И там очень много молодежи, очень перспективный. Юрий Афонин, Новиков. Много... Вот Ивачев в Екатеринбурге, Маша Просакова на Алтае. Вот сейчас я вернулся из Чебоксар. Там тоже очень много молодежи. Сам Михайлович, я не помню фамилию, первый секретарь. Слушайте, ну такой... Причем они не за деньги, не за какой-то там, не за страх, а не за совесть. И у них действительно желание улучшить жизнь в России. Поэтому я уверен, что лучше, чем КПРФ. Если уж выбирать кого-то. Потому что я многих знаю и в ЛДПР, и в СССРах. И в Единой России, кстати, тоже. Я считаю, что нужно однозначно голосовать за КПРФ. Вот это просто мое убеждение. Поэтому я с ним. Ну что ж, все, наше время заканчивается. Можно последнее, самый крайний вопрос. 30 секунд успеете? За 30 секунд. Что делать с ценами в стране? Ценами? Регулировать. Я вам скажу сразу, в Израиле, например, все цены на особо значимые социальные товары регулируются. В Германии регулируются, во Франции регулируются. Это бред и слухи, что не регулируются цены. Все, в том числе, американцы регулируют цены. Вопрос регулировать можно экономическими законами, а можно просто вот так. А пусть это будет темой нашей следующей встречи. Мы благодарим политика Павла Грудинина. Он был сегодня с нами в студии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова